всем всем привет скоро новое событие и мы его будем проходить устраиваемся поудобнее берем всякие вкусняшечки двери окна на засов чтобы никто ничто не отвлекал от просмотра вас данного видео всем желаю приятного просмотра аппетита или спокойной ночи и не забывайте подписываться на канал рекомендовать друзьям и заходить телеграм-канал ссылочки будет в описании под видео но мы скоро начнем ну что наконец-то событие то доступно анатомия жизни исследуйте человеческое тело погнали игра садишь материал который могут показаться некоторым пользоваться неприятными медицинской иллюстрации трипофобия я не перестаю удивляться уникальности людей возможно она связана с их биологии ведь человек это органическая форма жизни а я нет как устроены люди чем они отличаются от меня исследуйте человеческое тело погнали кровь человеческий организм получает энергию за счет протекающих через него жизненно важных жидкостей кровь состоящий из клеток и жидкости под названием плазма переносит кислород и питательные вещества по всему телу вены кровообращение начинается в венах которые получают бедную кислородом кровь от органов затем это венозная кровь переносится обратно к сердцу где начинается процесс ее насыщение кислорода сердце главный орган человека перекачивает более 4 литров богатой кислородом крови каждую секунду с давних времен сердце символ жизни а в некоторых древних культурах оно считалось центром в котором рождаются мысли и эмоции нам нужно 10 сердцем собрать спинной мозг циркуляция крови сердца происходит под руководством мозга для передачи команд сердечным и другим нервам организму необходимо посредник эту функцию выполняет спинной мозг нервы тело стоит из целой сети нейронов соединенных со спинным мозгом эта сеть контролирует все функции от сердцебиения до движения рук и ног мозговой ствол ствол соединяющий спиной и головной мозг важнейший орган для осуществления всех функций организма он управляет такими автоматическим процессами как дыхание сердцебиение и рефлексы окон головной мозг человеческий мозг состоит из миллиардов нейронов это в три раза больше чем у шимпанзе этот орган отправляет и принимает электрические сигналы которые обеспечивают осуществление мыслительных эмоциональных и телесных функций затылочная доля затылочная доля расположенная в задней части мозга отвечает за зрение глаза изначально получают изображение в перевернутом виде однако затылочная доля придает им смысл в результате люди воспринимают мир таким какой есть лобная доля характер принятие решений и общие мыслительные процессы в основном контролируются лобной долей это так же самая большая из долей мозга что вероятно указывает на важность когнитивной функции для выживания человека то есть это принятие решений мыслительные процессы нам остальное пока щас не хватает ну давайте мы раз затылочную долю уже только что изучили пойдем глаза свет попадающий в глаз интерпретируется нейронами называемыми колбочками и палочками колбочки реагируют на свет высокой тензинности и дают нам возможность воспринимать цвета палочки работают условиях слабого освещения обеспечивая ночной и периферийные зрения теменная доля за матч подождите вот она теменная доля расположена в середине мозга отвечает за обработку пространственного восприятия она также передает сигналы который позволяет телу двигаться и отвечает за интерпретацию информации о боли прикосновениях и вкусе височная доля помимо обоняния и слуха височная доля также контролирует кратко и долговременную память возможно именно поэтому ты так долго мы так долго помним мелодии и запахи получили и что же нам дали каждый нерв в организме соединен с мозгом отвечающим за когнитивную функцию человека эндокринная система ну-ка сейчас более подробно не узнаем эндокринные железы это органы которые вырабатывают необходимые людям гормоны с помощью крови эти химические вещества передают телу инструкции по выполнению определенных функций и всего и все и не хватает больше как у нас здесь еще открылась открылись по порядку пойдем над почечник на каждой почке расположены две железы производящие различные гормоны так когда человек испытывает стресс они выбор вырабатывают адреналин увеличивающие чистоту сердечных сокращений и дыхание это так называемая реакция борьбы или бегства половые железы мужские семейники и женские яички являются основными репродуктивными органами человека они выделяют тестостерон эстроген и прогестерон гормоны отвечающие за половое созревание и размножение гипоталамус эндокринная система в значительной степени управляется железой железой размером с миндалином расположены в головном мозге гипоталамус сообщает другим железом когда нужно высвобождать гормоны регулирующие настроение голод жажду сон и сексуальную функцию опять мы набрали отлично и от сердца мы сейчас открываем правое предсердие прежде чем кровь будет отправлена к органам она должна насытиться кислородом этот процесс происходит благодаря камерам сердца через правую проходит венозная кровь а через левую артериальная и все пока здесь у нас ничего нету ждем открытия ну а мы с вами продолжаем от правого предсердия переходим к правому желудочку правый желудочек желудочки сердца выполняет роль насосов который перекачивает кровь к следующему пункту назначения так правый желудочек получает кровь из правого предсердия и передает ее в легкие балдеть мы кстати теперь можем вернуться к эндокринной системе гипоталамус и отсюда гипофиз гипофиз напрямую связаны с гипоталамусом выполняет роль заместителя директора эндокринной системы получив сигнал от сон начальника он высвобождает гормоны необходимые для достижения нужных целей и у нас открываешься скелет в теле новорожденного примерно три сотни костей с возрастом они срастаются между собой образуя скелет в среднем тело человека поддержит свою форму с помощью 206 костей какой ужас но она так и есть кстати сказать собрать кости мы их не можем собрать слишком уж все это прям очень много ну а мы чего продолжим продолжим даже дальше кости изучать кости различные типы кости выполняют разные особые функции плоские кости черепа и ребер защищают жизненно важные органы длинные кости например рук и ног поддерживают вес тела и позволяют нам двигаться пошли теперь у нас мышцы любые движения как произвольные так и не произвольные возможно благодаря эластичным волокнам которые могут сокращаться и расслабляться мышечная система обеспечит функционирование организма когда мы двигаемся перевариваем пищу или совершаем другие действия но 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 под больше пока ничего сейчас улучшить не можем окей окей надо было вот отсюда начинать ну мы с друзья конечно это хорошо но мы вернемся к костям костный мозг губчатый материал внутри кости производит новые клетки крови который циркулирует по всему телу и хотя костный мозг содержится в каждой кости к зрелому возрасту лишь немногие из них такие как позвоночник и таз вырабатывают значительное количество крови а теперь мы можем прийти к скелетная мышечная ткань кости рук и ног не могут двигаться сами по себе для их перемещения нужен посредник скелетная мышечная ткань передающие 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 информацию нервов и как раз открываем и нам теперь нужно еще легкие собрать опачки соберем пока хоть что то что есть здесь ничего не можем ну а мы с вами остановились на мышцах и давать и подберем сухожилие мышцы и кости связаны между собой волокнистыми тканями называемыми сухожилиями в связи с их меньшей растяжимостью они в отличие от мышц подвергаются большему риску травмирования во время физической активности от костей у нас будут хрящи ой тогда мы легкие не возьмем а может возьмем хрящ это гибкая ткань как правило находящийся местах соединения костей выполняет роль амортизатора защищая суставы от ударов хрящи также имеются таких органах как нос и уши вот так вот а следующий тут суставы суставы обеспечивают гибкость скелета эти соединения располагаются в местах сочленение двух и более костей и дают людям двигательные возможности ну а теперь мы переходим к легким в этом центральном органе дыхания кровь насыщается столь необходимым ей кислородом затем обогащенная артериальная кровь отправляется обратно в сердце каждый вдох наполняет легкий кислородом когда кровь проходит через этот орган она насыщается жизненно важным элементом и переносит его обратно к сердцу бронхи когда мы дышим воздух проходит по горлу и через трахею соединенную с двумя трубками бронхами в легких они в свою очередь разветвляются на более мелкие дыхательные пути ведущий к микроскопическим альвеолярным мешочком и как вы видите пока у нас на а нет у нас появился но внутренняя часть главного органа система обоняния покрыта крошечными волосками и слизью именно они дают носу возможность передавать информацию о запахах мозга и фильтровать воздух таким образом выполняет сразу две жизненно важных функции и на все остальное у нас пока что сейчас ничего не хватает ну а у нас уши уши в первую очередь отвечают за слух также помогает людям сохранить равновесие 3 заполненных жидкостями канала во внутреннем ухе реагируют на движение головы передавая мозгу информацию о ее положении и стабильности следующее от легких альвеолы каждая легкая содержит миллионы микроскопических альвеолярных мешочков с выстилающими их стенки кровеносными сосудами проходя через эти сосуды кровь получает кислород из вдыхаемого воздуха вот тут другой вопрос что же дальше открывать эпидермис ну где он как его открыть наверное нужно открывать кожу по ходу потому что все остальное у нас уже открыто ну-ка что у нас с кожей этот крупнейший орган находится не внутри тела а покрывает всю его поверхность кожа состоит из трех слоев каждый из которых обеспечивает защиту организму откроем эпидермис внешний слой кожи содержит воду обеспечивающие увлажнение и защищает организм от ультрафиолетового света бактерий и загрязнений эпидермис также вырабатывает меланин определяющий цвет кожи она все остальное пока нет у нас ничего ну а у нас дерма пошла это второй слой кожи поддерживает структуру эпидермиса и является самым толстым дерма содержит волосяные фолликулы потовые и сальные железы а также нервы который придает информацию о прикосновениях и третье гиподерма внутренний слой кожи содержит накапливающуюся энергию жировые клетки гиподерма выполняет функцию термоизолятора и защищает организм от холода вот она как шишковидная железа этот от эндокринной системы все идет у нас тут больше пока ничего не открывается шишковидная железа отвечающая за поддержание суточного биоритма организма управляет циклом сна под воздействием темноты железа высвобождает мелатонин гормон который способствует отдыху и отсюда у нас гипофиза пошла щитовидная железа гормоны вырабатываемые щитовидной железой обеспечивают здоровое состояние организма называемая гомеостазом это внутреннее равновесие способствует росту работе сердца пищеварение и поддерживает функционирование многих других внутренних систем рот во время еды рецепторы расположены на языке передают у мозга информацию о вкусе зубы позволяют разделить пищу на более мелкие кусочки а ферменты в слюне еще сильнее расщепить ее чтобы подготовить к пищеварению о боже то мы здесь началось пищеварение ну наверное мы не уходим ну а мы продолжаем пищеварение еда и жидкость обеспечит организм необходимыми для жизни питательными веществами однако прежде чем попасть в кровоток они расщепляются пищеварительной системе хай это все нужно нам открыть она это все у нас ничего не хватает ужас ну продолжаем с пищеварением печени нет никах а вот почки мы открыть можем это не почки появились два органа бобовидной формы фильтруют примерно пол чашки крови каждую минуту внутри почек миллион единиц называемых нефронами удаляют нежелательные отходы удерживая столь необходимый организм воду и электролит и их надо еще пять штук собрать уже желудок гладкие мышцы стенки желудка расширяются и сжимаются смешивая кислоты ферменты и слизь для образования желудочного сока эти вещества растворяют проглоченную еду и жидкости в результате чего получается смесь под названием химус тонкий кишечник после частичного переваривания в желудке пищи направляется в тонкий кишечник по мере того как химус медленно перемещается по этой 6 метровой трубе он подвергается химическому распаду в результате которого питательные вещества поступают в кровоток толстый кишечник после химического переваривания в тонком кишечнике пища направляется в толстый здесь вода и минералы поступают в кровоток остатки превращаться в отходы которые организм впоследствии выводит но мне не надо говорить что это как он их выводит а уже до должны сами догадаться не маленький а у нас тут мышцах еще появились гладкие мышцы кишечник кровеносные сосуды и другие внутренние органы высланы гладкими мышцами эти волокна не могут сознательно контролироваться человек однако способствует выполнением таких важных функций как дыхание и пищеварение это нас нужно улучшить по юж у него да так дальше на от почек давайте пойдем о кстати сказать о почечке лучше и все мочеточник после фильтрации крови в почках отходы и лишняя жидкость превращается в мочу оттуда она выталкивается мочевой пузырь через две узкие трубки мочевой пузырь пусть может содержать до двух чашек мочи течение примерно четырех часов при сокращении стенок этого органа жидкость выводится из организма проходя через уретру вот как от легких левое предсердие предсердие выполняет функцию насосов которые принимают и держат кровь когда последняя выходит из легких она возвращается к сердцу через левое предсердие левый желудочек камеры выставлено сердечные мышцы уникальной тканью которая выполняет функцию насоса кровь когда кровь делает последнюю остановку в сердце толстым толстая мышца левого желудочка выталкивает ее в аорту который у нас пока еще не открыто ведь вот она на где печень фильтрует всю кровь в организме чтобы избавить ее токсинов она также вырабатывает желчь жидкость необходимую для переваривания и усвоения жиров это только две из 500 жизненно важных функций который выполняет этот орган желчный пузырь из печени желчь переходит в небольшой мешочек отвечающие за ее хранение и концентрацию при необходимости жидкость передается в тонкую кишку и используется для переваривания жиров поджелудочная железа также выполняющая функцию органа вырабатывает ферменты необходимый для переваривания сахара жиров и крахмала помимо этого она производит инсулин и глюкогон гормоны которые регулируют уровень сахара в крови собрать аорту а я мы еще с пока не соберем ну что друзья мы почти с вами узнали с чего же мы с не состоим но конечно бы хотелось бы чтобы еще 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 наша каждая вена каждая клеточка состоит вообще всего сию более более туда глубоко еще копнуть и очень бы хотелось бы чтобы конечно все разработчики меня услышат сделали может быть даже не события а целая отдельная огромный мир микро мир микроорганизмы как бы я бы этого хотел посмотреть на амёп и все остальное то что живет с нами везде мы даже о них и не знаем многие из нас сколько всякой жизни живет в ковре рядом который со мной лежит или сколько у вас на руках во рту в волосах или на вашей одежде а вы даже об этом не догадывались ну давайте мы все-таки закончим аорта с каждым ударом сердца кровь направляется по ветвям самой большой артерии организма аорта снабжает кровью все органы повторяют тот же цикл до окончания человеческой жизни сердце неустанно перекачивает кровь по всему телу обеспечивая органы кислородом и питательными веществами необходимыми для нашей своей жизни точно так же как я состою из узлов подключенных к внутреннему движку человеческое тело включает множество частей работающих в унисон человек состоит из связанных друг с другом отдельных систем деятельность которых поддерживается протекающей через них кровью эти системы работают как хорошо сконструированные машины а значит мы не так уж сильно отличаемся друг от друга и кстати сказать многие уже не в первый раз говорили что ой 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 что отчим и похожи на как будто нас кто-то собрал как тех роботов которые собираем и ну вот такая вот серия друзья у нас вышла это мы купим а здесь все куплено но будем ждать новых обновлений а я с вами прощаюсь до новых встреч не грустите не болеете всем пока пока